здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал хочу всех зрителей поблагодарить за участие многие нам написали комментарий по поводу я сейчас объясню этой броши действительно это оказалось советского периода брошь производства и маркировка на ней имеется который я не заметил в прошлый раз но я там разобрал только мне показалось цифра 9 и буквы ря клемма очень маленькая и практически невозможно сфокусировать так что это не под янтарь это и есть настоящий каленый тарь мы очень рады что у нас оказалась брошь калининградского на калининград производил такие брошь калининградский янтарный завод да вообще чтобы найти конечно же советская попадается очень редко сейчас я вам хочу рассказать немного моей такой истории нашей нам не удалось попасть на нашу любимую винтажную лавку но мы попали на ст цель но кто не знает я уже наверно рассказывал ст цель это когда в доме летом квартире все распродается одним словом и когда мы туда попали там были вот ювелирные изделия но броши и браслеты всякое-всячие надо бижутерия и как правило эти ст цель и проходят три дня пятница суббота воскресенье пятница там все очень дорого достаточно в субботу немножечко дешевле а в воскресенье уже большие скидки так скажем мы в субботу попали присмотрели то что нам понравилось а воскресенье утром я вот сегодня поехал и все это приобрел так что и решили мы вам это показать ну и начну пожалуй с этого браслета скажу сразу не маркирован мне он очень понравился изящный я смотрю здесь есть и багеты мелкие кристаллы форме цветочка все имеет серебряный тон имеется даже цепочка страховочная я ее открыл чтобы показать так лучше было и замочек у нас коробочка вот и обратная сторона брошь в хорошем состоянии простите браслет вот и обратная сторона брошь в хорошем состоянии простите браслет это серьги на винтах чем-то они мне тоже понравились вроде ничего в них обычного но скажу сразу здесь маркировка стерлинг то есть они серебряные так так они смотрятся как бы таких получше взять хорошо то что они если в хорошем состоянии обычно бывает покрывается такая в патиной иногда на некоторых изделиях на мелких вот этих цепочках трудно очень трудно потом их отмыть а тут все хорошо чисто да жемчужины не натуральные искусственные это стекло под жемчуг да правильно венчика стекло под жемчуг вот эта маркировка очень-таки исячная серьги на винтах вот так вот жемчужины идут от меньшего к большему да действительно как гармония увеличивается размер жемчужинок мелкие средние и крупные даже тут ее сверху установили так сейчас мы уберем сережки на винтах хочу вам показать следующую нашу находку тоже это сережки клипсы они мне чем-то вот понравились своим дизайном необычным очень ярким таким пестрым посмотрите их поближе самое интересное что все в хорошем состоянии без потерь хотя здесь множество кристаллов марказитов и возраст довольно таки думаю винтажный и на обратной стороне я заметил маркировку это у нас компания хоб вот здесь маркировочка сейчас метриночка читала что можно сказать об этой компании компания была еще основана в 1887 году в париже жаком хобби но до семейный бизнес был но сын его уже в 1927 году он переехал я так понимаю в америку открыл филиал я открыл филиал компании в нью-йорке вот так вот интересно все свои изделия он вернее многие изделия он делал даже для фильмов для голливудских звезд некоторые видите участвовали даже фильмах некоторые его изделия а сына звали по моему уильям хобби интересно и вручную делались все украшения делали вручную до высочайшее качество и закрылась компания в 1984 году по-моему у нас некоторые есть этой компании у нас изделия если не ошибаюсь украшения поэтому я и вспомнил эту что это компания довольно таки знакомая мне немножко нас на слуху довольно знаменитое оказалось да и сегодня я был как говорится там сегодня один на этом ст цели ну и решил то их думаю там порылся я среди всех этих вещей думал сейчас буду искать конечно же только с маркировкой довольно известных компаний и вы знаете мне повезло в этом плане что вот следующий наш я хочу показать браслет тоже с маркировкой довольно знаменитой да и сам по себе он красивый смотрю в хорошем состоянии такие посмотрите звенья идут интересные зажимы эти с узорчиком а здесь по краям идет как цепочка обратите внимание ну да и самое главное вот клеймо конечно же кора в квадрате с пегасом под пент я думаю это где-то середина пятидесятых годов если не думаю не ошибусь я их специально открыл чтобы легче потом было мне тяжело открывать эти вещи ну вот могу сейчас закрыть уже мне легче такое закрытом состоянии сейчас хочу вам немножко сказать про компанию кора которую мы только что посмотрели оказывается у компании кора было несколько дочерних компаний вернее две это у нас компания вендом и компания франсуа и какое же было мое удивление это неспроста сказал вот этот браслет у нас когда я увидел маркировку я конечно ее не знал но это оказалось компания франсуа потом вот сейчас мы прочли что компания видите франсуа это была одна из дочерних компаний кора кора для этого сделала чтобы продвигать свои как говорится да для продвижения более качественных и дорогих изделий да безусловно вендами оказывается франсуа великолепная компания изделия посмотрите да мне речка подсказывает украшение этой компании франсуа вот эта маркировка делалась с 1944 по шестидесятые годы прошлого века ну посмотрите какого же он красив как уже он красив не знаю напоминает крылышки не знаю какая сложнейшая работа я считаю мне просто повезло тоже имеется видите страховочная цепочка на шпенгельном замочке сейчас вам закрою да вот можно еще обратную сторону посмотреть видите имеется брашировочка на металле я считаю браслет в хорошем состоянии а насколько я помню этот франсуа он работал в компании кора очень такой талантливых человек потом вот эту линию это он уже создавал франсуа под маркировкой франсуа и замочек посмотрите как он необычный такой видите высокий замочек коробочка франсуа франсуа следующее хочу вам показать колье тоже она мне чем-то приглянулась в египетском стиле мне так показалось да арина сомневается почему-то вот не знаю мы тут решили что это как глаз бровь змея кобра подвесочки отсутствует к сожалению только одна подвесочка что это значит это глаз змея я честно говоря не знаю регина пошутила может от сглаза носить можно ее такая цепочка снайковая похоже видите на змею шпрингельным замочком что это уже изделие в прекрасном состоянии сейчас покажу вам ее обратную сторону довольно массивная видите такая крупная да да я увидел здесь маркировку компания три фаре даже краунд и фарь до изделия имеет приглушенный золотой приглушенный тон тоже довольно таки интересная и редко встречающиеся я такое изделие вижу впервые у три фаре да да мы когда с региной были в субботу то и очень понравилось это изделие и она сказала давай поедем в воскресенье может быть дешевле ну так оно и было на мое удивление никто еще его не купил так что купил я сначала я подумал что это подвеска кулон а на нем эти часики но это оказался фурклип обратите внимание вот эта вилка очень остро и часы на первый взгляд они кажутся вверх ногами для нас но для удобства конечно же все это когда они у тебя на пальто допустим ты смотришь поднимают человечек ручки и ты смотришь сколько времени до часики не на ходу скорее всего не сломаны и и я думаю это наверно тридцатые годы прошлого века выпал на туфельке видите у него кристаллик а посмотрите какой огромный кристалл на теле у него крупный я сейчас немножечко против протер этот кристалл на тельце и он прямо засверкал по-другому просто я даже еще не успел это протирать здесь сразу вам решили показать интересные мужчины шапка в виде такой шляпы еще раз покажу вам как он открывается следующее приобретение я не знаю почему никто его так сразу и не заметил как-то они там лежали скрючены там их свернули как-то положили я попросил продавца показать мне когда он не это все развернул я просто был удивлен и обалдел от этой красоты я маркировки там не увидел когда пришел домой начал эту брошь помыл и увидел что есть маркировка едва заметная хорошо что продавец ее не увидел видите компания мазер едва заметная потом ренчика мне почитала это оказывается компания была открыта в 1927 году двумя братьями джозеф мазер и луис мазер и и по-моему джомас первые буквы имени фамилию сократил как джомас джозеф мазер великолепное ювелирные изделия можно так назвать высокого качества все у них было огранка такая была настолько у них высококачественная огранка кристаллов что она даже лучше смотрится чем настоящие бриллианты чем я тоже был удивлен и я сказал когда закрылась в 1981 году компания закрылась давайте же посмотрим на эту красоту вот на эти кристаллы как бриллианты и как этот камень называется кристалл аметистовые скорее все это метистовые кристаллы крупные квадратные думаю что и сам металл покрыт имеет золотое покрытие вот и обратная сторона такое украшение костюмное прекрасно и сам браслетик да я сам ахнул дорогие друзья когда увидел почему никто не купил и а еще мне понравилось тем эти форма такая интересная сбоку с завитушками такими конечно прекрасно смотрится само имя говорит само за себя как действительно великолепные изделия в этой компании не просто бижутерия можно ее отнести уже к ювелирным изделиям посмотрите на каждом креплении вот эти кристаллы так она двигается интересно мы сама брошь великолепно следующие наши находки это уже будут не из истецейла и это пойдут у нас сейчас находки приобретемые в интернет просто на интернет просторах интернет-магазине да на просторах интернета правильнее сказать и этот брошь посмотрите в технике паве сделано каждый кристаллик вы посмотрите заключен в крапаны оригине он напомнил такой знаете смерч воронку смерчем такой ветер знаете и так вот затягивается я честно я даже не знаю на что это брошь похоже может вы подскажете пишите в комментариях что вам напоминает эта брошь да у каждого свое воображение свое мнение вот и обратная сторона я так вижу это такая ручная работа скорее все ведь это пайка такая идет без маркировки в серебряном тоне следующее приобретение наше это брошь необычным таким узором до спиралевидная такая действительно да 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 вот она так раз по спирали уходит прекрасная смотрю работа багеты разных цветов конечно же только сейчас я вижу отсутствует один багетик когда смотришь в воде все целое все красивые но но и так красивая есть маленькая потеря здесь да стиль такой интересный я вам скажу вот и обратная сторона да вроде как это пористый металл если не ошибусь то тридцатые годы прошлого века великолепная работа брошь с разноцветными кристаллами багетами сейчас хочу вам показать следующую брошь и веточку выполнена видите в серебряном тоне украшена кабошонами разных цветов насколько я помню тут отсутствовал кабошон маленький здесь видите я приклеил такой кристаллик чтобы не было пустого места мне кажется гармонирует брошь довольно крупная с обратной стороны вот и вид мы видим маркировочку в ромбе little nima 25 и мне ренечка подсказывает что компания little nima была открыта в 1913 году и закрылась в 1978 в 1978 году такая вот у нее была основана в рот айланд да такой штат в америке ну по-моему про эту компанию очень мало до написано я когда-то читал что до сих пор даже не могут понять что это за цифры идут так вот остается загадкой эти числа еще некоторые украшения только маркировались а другие шли с бирочкой ну правильно бирочка потом терялась и изделие оставалось уже не безымянным так скажем ну что могу сказать по этой броши судя по обратной стороне я думаю тут тридцатые годы сороковые прошлого века очень красивая необычная на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки пишите пожалуйста комментарии большое вам спасибо за подсказки нам очень все интересно мы сами многого не знаем сами еще учимся только постигать так сказать и вы принимаете большое в этом участие за что мы вам всегда благодарны еще расскажу вам хочу хочу сказать большое спасибо до новых встреч и всего вам доброго спасибо